Приветствую вас. Вы знаете, эта фраза отражает определенную человеческую природу, определенную проявление человеческой природы, так я бы сказал. В том смысле, что если человек что-то делает и у него не получается, то это к лучшему. Потому что тот, кто что-то делает, и если у него не получается, это путь к развитию. Если я учусь, например, в том же ВУЗе, и меня из этого ВУЗа отчислили, значит, это означает, что либо я плохо учился, либо мне то, чему я учился, нафиг не надо. И, соответственно, когда меня отчислили, я могу заниматься, наконец-то, тем, что мне будет нравиться. Если меня уволили с работы, если меня уволили с работы, значит, либо начальник дебил, либо я плохо делаю свою работу. И тут тоже такой момент, что работать с начальником дебилов, сами понимаете, не в кайф, а заниматься делом, которое ты делаешь плохо, ну, тоже, в общем-то, трата своего времени. И, на самом деле, подобный подход, он проявляется во всём. А другое дело, если люди ничего не делают вообще, то у них ничего и не видится. то есть, понятие, такое понятие, как лучше или хуже для таких людей не существует. И всё. Тут, вот, вы их пишите, если ты не приложил усилий, усилий никаких, например, к учёбе в ВУЗе, может быть, но ведь ты в этот ВУЗ как-то поступил. И если ты в этот ВУЗ как-то поступил, значит, ты что-то сделал. Значит, ты поступил для чего-то. Понимаете? То есть, ты сделал шаг, ты сделал что-то, и ты получил результат. И вот, если уже, уже, как бы, этот результат оказался негативным, то извини, это означает, что ты делаешь что-то неверное. Эта фраза, она, конечно, имеет такой, определенный, психотерапевтический, релаксирующий эффект. Но в то же время, эта фраза означает течение жизни. То есть, жизнь она идёт только вперёд, она не идёт назад. Но не идёт назад. И абсолютно любое, любое происшествие в жизни человека, абсолютно любое событие в жизни человека, которое воспринимается им негативно, в жизни человека. Да? Вот. Ну, впоследствии, в будущем, да, вот, это событие может принести на самом деле только пользу. и вот это, собственно, то, что хочется сказать. Это, собственно, то, что хочется отметить. То есть, понимаете, какая история. Вот я надеюсь, что вы как-то вот именно данный аспект, да, вы его, я надеюсь, как-то для себя, ну, выделите, выявите, и вам, я искренне надеюсь, всё будет понятно. я правда, я правда, я правда на это надеюсь, я правда считаю, что это работает, работает именно так. Вот. А согласиться с коллегой по поводу того, что значит во всём есть и своя положительная сторона да например. Ну, да, и думаю, что тоже можно согласиться со своим коллегой и в этом. То есть, в любом есть своя как отрицательная сторона, так и сторона в общем-то, в общем и целом позитивная. То есть, мир в мир дуалистичен. Ну, знаете, это немножко другой подход и мне кажется, если честно, что он в данном случае актуален, я считаю, что это уже предмет, скажем так, отдельного разговора, вот. Я думаю, что вот примерно, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Воспринимать эту фразу исключительно в контексте, значит, того, чтобы успокоиться, нет, мне это не нравится. То есть я не могу, я не могу с вами согласиться в том, что эта фраза, она вот исключительно только для того, чтобы успокоиться. Нет, не могу с вами согласиться, потому что совсем не для того, совсем не обязательно эта фраза для этого. Вот. Другой вопрос. Почему вас это интересует? Да. То есть, либо у вас идет какая-то борьба, например, либо вы как-то сейчас переживаете кризис и пытаетесь себя обвинить в чем-то. Ну, я могу сказать, что если вы себя обвиняете, то, опять же, по итогу вы увидите, что толку в этом никакого. Здесь, опять же, это правило, что сейчас делается все к лучшему, сейчас вы можете сколько угодно себя обвинять, в итоге вам будет все хуже и хуже, вам будет все хуже, хуже и хуже, и однажды вы просто поймете, что все, дальше жить так нельзя, и вы начнете что-то менять, я думаю, что в этом и заключается смысл этой фразы, смысл этой фразы. Вот. Есть такой, на мой взгляд, хороший аналог, который говорит, что каждый из нас неизбежно, точнее, обречен, каждый из нас обречен стать счастливым. Я думаю, что эта фраза еще один очень хороший аналог того, о чем вы пишете, о чем вы говорите. Вот, в принципе, так, я полагаю, можно вам ответить на ваш вопрос, надеюсь, что ответил. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.